Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 20 июня 2017 года, вторник. Давайте посмотрим, как завершился вчерашний день на нашем рынке. Индекс ММВБ вырос на 1,4%, достиг уровня 1849 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,4%, 998 пунктов. Отметка была в конце дня, ну совсем тысяча близко, но будем надеяться на лучшее. Доллар-рубль, друзья, плюс 67 копеек к доллару вырос доллар, 58 рублей 44 копейки, дают сейчас за одну единицу американская валюта на споте. И евро-рубль, коллеги, 65 рублей 18 копеек стоит 1 евро на споте. Рост составил 48 копеек евро. Ну что, фондовый рынок подрос, а рубль вчера упустили, снизился. Разнонаправленное движение фондового и валютного рынка в России. Давайте посмотрим, как это выглядело на графиках и чего нам ждать сегодня. Итак, нефть марки Brent, друзья, начали мы вчера на отметке 47.30, выросли, 47.76 было, но монета показала, как мы помним, селл и завалили к концу дня на 46.80, закрыли 46.89, ну и сейчас центов на 5, наверное, рынок подороже. Ну, в общем, на том же уровне и остались. Здесь видим, да, серьезный такой торговый диапазон образовался. Вот эти хайлаи. Так что посмотрим, куда мы сегодня двинемся дальше. Ну, обратите внимание, мы так стоим на опасной, так сказать, границе. Вот это, конечно, уровень, без сомнения. Его пробой, уход ниже, будет сигнализировать движение вниз. Дневной график выглядит таким образом. Четвертый день мы бьемся в эту отметку. Давайте назовем ее сегодняшним открытием нашим российским, вчерашним, вернее, закрытием 46.89. И в случае ее пробоя, конечно, мы двинемся к нижней границе нашего торгового диапазона, нисходящего канала. Да, да, пока выглядит все вниз по технической картинке. Си вчера снизился. Сори, Си вчера. Давайте включим дневной график. Укрепился Си. Рубль ослабил в этом фьючерсе на валютную пару доллар-рубль. Ну да, так картинка, конечно, лонговая тут образуется. РТС, друзья, РТС вчера вырос второй день подряд. И это радует. Значит, мы уже от нефти немножко отвязались. Фьючерс на акции Сбербанка вверх. ВТБ все-таки вниз, да. Роснефт наверх, Лукоил наверх. Ну и очень хорошо. И АФК-система, естественно, наш ориентир. Второй день наверх тоже очень хорошо. Валютный рынок, друзья, евро не пускает ниже уровня 1.11.40. Так, и вчера не пустили. И четыре дня уже не пускают. Он бьется, бьется, пытается выйти наверх. Ну и наверх что-то дороги не видно, коллеги. Давайте вот это все поубираем сейчас. Оно немножко уже путает. И наверх что-то дороги не видно. Вниз тянет. Вот эту пустоту мы с вами обсуждаем уже сколько дней. Тянет, но не пускают. Ну, тут явно не пускают. Хотят толкнуть еврика наверх. Мне кажется, вынести должны куда-нибудь сюда закрыть. Вот какой-то такой разумный торговый диапазон здесь уже присутствует, друзья. И вот это вот торговый диапазон. И мне кажется, сейчас мы должны двинуться наверх. Ну, а если пробьем, понятно, цель 1.07.02. Это вот прям законно. Смотрим внимательно за евро. Сегодня фунт-доллар, друзья. Вчера вниз, сегодня вверх. И фунтик отбивается. Японская иена нет. Второй день доллар-иена наверх. Доллар укрепляется. Доллар-франк тоже второй день укрепляется. Доллар-канадец. Та же история. Австралиец вчера снизился, сегодня растет. Новозеландец вчера снизился, сегодня растет. А видите, да, что по всем парам доллар или вырос на меньшую сумму, или вообще уже уступает. То есть такое впечатление, что с утра будет у нас открытие против доллара. Ну и золото, серебро, друзья. Золото растет по доллару, серебро сегодня тоже растет. Хотя, понятно, общее снижение такое достаточно печальное. И когда мы сможем отбиться наверх, не совсем понятно. Но вот этот зеркальный рисунок, конечно, в общем-то и повторился. Кривенько, конечно. Но и все. Мне кажется, можем уже отбиться и наверх пойти. В рамках восходящего такого торгового диапазона. Хотя еще есть куда-то снижаться, удариться в нее и пойти наверх по классике, да? Понятно. Так выглядит техническая картинка. Мы, конечно, подробнее ее в конце передачи обсудим. Давайте посмотрим на глобальные новости, коллеги. Глобальные новости, ну, прежде всего, по нефти, конечно. Две новости сегодня. Это то, что американские дриллеры... Кто-то, так сказать, добывает нефть, сверлят бурильщики. О, по-русски, бурильщики. Что продолжают добавлять объемы. И в Ливии тоже вторая новость. Это новость Блумберга. Boost Output. Резко выросла добыча. И подрывает это усилие ОПЕК по ребалансированию рынка, в котором много поставок. Выросли они до самой большой отметки добычи в Ливии за 4 года. То есть, смотрите, американская добыча растет 22 недели подряд, и ливийская выросла до максимальной за 4 года. У нефти сегодня плохие новости, зараза такая. Так, из Лондона новость интересная. Маленькая компания, 2 года всего ей создали полностью автоматизированную робототрейдинговую компанию. Называется XTX Markets Limited. Никакого там человека нет, только логику закладывают и торгуют. Так вот, я всегда говорил, что, знаете, нужна суперскоростная инфраструктура. Очень дорого стоит вот этот суперскоростной интернет, сервера, колокейшены за границей и так далее. Они другую концепцию взяли. Smart, not fast. Мы торгуем умно, а не быстро. Поэтому у них стратегии какие-то такие, знаете, обычные. Нажал кнопку, за полсекунды сделка совершена. Ну, в таким обычном ритме. На самом деле, там, 200 миллисекунд, если ничего не делать, 200 миллисекунд сейчас везде работает, по сути. Вот, в любой точке мира. Ну, уже интернет хороший везде у всех. Ну, и у вас-то, и у них-то, понятно, стоит интернет не 6 мегабит в секунду. Понятно, там, соточка. Это уже стабильно везде давно у всех. Вот. И понятно, что... Ну, они говорят, что для нас вообще, ну, обычная средняя скорость, а главная логика. Это вот, типа, типа, вот Ильи Гадаскина, конечно, вот такая вот компания. Илья тоже там не убивается насчет интернета. Хороший интернет местный, как бы, и все. А вот у него логика самая главная. И смотрите, стала компания маленькой, XTX Markets, я первый раз слышу, стала самым быстро растущим, значит, в Британии, может, даже в мире. И, в общем-то, удивительно, удивительно. Ни одного человека, только программисты, ну, хозяин, программисты, логику закладывают и торгуют. Вообще удивительно. Надо запомнить эту компанию, раз она какие прорывы делает. Друзья, в России объявлены подробности нового выпуска российских евробандов. Значит, выпустят Россия. Сегодня буквально книгу закрывают. Сегодня, 20-го? Вроде бы да. Значит, 10-летние евробанды, ориентир доходности 4-4,5% и 30-летние по 5-5,5%. Организатор размещения ВТБ «Капитал», да, книгу заявок закроют 20 июня. Причем это все делается в пожарном порядке, как и в прошлый раз. У меня такое впечатление, что опять это оброк на олигархов. Они скинутся из своих офшорных компаний, купят это все, откупятся, чтобы их не трогали и все. Чем это закончится для российского рынка? Ну, если они получат баксы, значит, организаторы, да, продажи, получат баксы, они могут их начать продавать. Могут начать инвестировать на российском фондовом рынке временно, на какое-то время. Мне кажется, сегодня, несмотря на нефть, нефть, скорее всего, вниз. А вот на этом, на всем, на этих новостях, тем более их распиарят сейчас сегодня активно, мне кажется, может вполне пойти сегодня и рубль укрепиться, и российский фондовый рынок. Там западников, тем более, что наши начнут пиарить, что вот иностранцы, несмотря на санкции, купили. Ясно, что это никакие не иностранцы, это русские деньги, выведенные из-за границы, но пиар повлиять может, такой патриотический подъем, на покупку рубля и фондового рынка запросто, запросто. Рус пишет, Евроклир пропустит, а что не пропустить? И Евроклир, и там же второй вариант НРД, да, правильно? Они бабки зарабатывают, это же не преступные организации никакие, а вот кипрские, они формально-то не офшоры уже, да? А хотя там, ну, есть вопросы к ним. Нет-нет-нет, в прошлый раз же прокатило, прокатило. Самая большая тревога заключается в том, что в прошлый раз взяли 4 миллиарда, сейчас 7. И вот 4, чтобы конвертировать прошлые, так сказать, выпуски, а 3 сверху. Так вот, то, что эти владельцы долго даже не пикнули насчет того, что им конвертируют, это говорит о том, что это зависимые владельцы. Независимые бы там, ну, шухер был бы большой. Нет, для выпуска бумаг, это я Русу отвечаю, Русу, для выпуска бумаг используют инфраструктуру НРД и Евроклира. Лирстрима не видно. Значит, друзья, только Конституционный суд России проверит практику взыскания с граждан налоговой задолженности юридических лиц. Ну, вы знаете, в рекапитализме, если компания создана, и она рискует только своим капиталом, больше ничего взыскивать нельзя. Если преступление совершил, то да, там, суд, тюрьма и так далее. Но это отдельная история. А вот налоговая, так сказать, налоговая задолженность, вот отвечает предприятие только условным капиталом. А у нас нарушили важнейший принцип капитализма, поэтому Россия никакого отношения к капитализму и к рыночной экономике не имеет. У нас, как бы, владелец, член совета директоров, руководитель, главный бухгалтер, еще там ряд лиц, могут быть привлечены за долги предприятия. Допустим, оно обанкротилось, а государство посчитало, что неправильно обанкротилось. Могут привлечь к субсидиарной ответственности. То есть принцип капитализма полностью ликвидирован. Мы живем в стране классического рабовладения, когда есть понятие групповой ответственности или, так сказать, коллективной ответственности, когда вот община отвечает за все. У нас при крепостном было праве ровно так. Если живет община, и какой-то работник, ну, член общины убежал или отказался идти в рекруты на 25 лет, когда служили в армии, наказывали всю общину, понимаете? И здесь получается то же самое. Сделали вроде капиталистическое предприятие, но в некапиталистической стране, естественно, всех метелят, все жалуются в Конституционный суд. Ну, вот вроде бы Конституционный суд признал, что да, это нарушает Конституцию, причем сразу несколько статей. Ну, посмотрим, чем это вот дело закончится. А это принципиально важно. Это принципиально важно. Почему в Россию сейчас никто не будет инвестировать? Сейчас какой-нибудь миллиардер западный проинвестирует, компания обанкротится, а российская налоговая служба пойдет за его миллиардами по всему миру. А вы что? Они сейчас даже звонки не берут из России после принятия этого закона несколько лет назад. Это уж такие только отморозки конченные идут в Россию торговать и работать. А значит, в РПЦ, друзья, русская православная церковь призвали ограничить в России право хранения и ношения оружия. Ну, зачем церковь вмешивается в светскую жизнь? У нас церковь отделена от государства, это политический вопрос. Я не знаю, напрасно, абсолютно напрасно. Это клерикализм, классические вмешательства церкви в светские дела. Нельзя это делать. Друзья, вы помните, Денис Громов из Казани потерял за 30 минут 15 миллионов рублей и подал в суд на Альфа-банк. Вот, значит, и суд начинается завтра в 10.30 в Мещанском зале суда города Москвы в 48-м зале. Его заявление, ну, он его опубликовал, свое рисковое заявление в суд. Вот, оно здесь, я тоже в чате его прилагаю, кому интересно посмотреть. Ну, вот я вижу, что Денис Громов, значит, здесь, кстати, его телефон есть, может ему набрать да пригласить. Он хочет отсудить, так сказать, 5,5 миллионов рублей у него, а ответчиком является, оказывается, Альфа-директ. Он через Альфа-директ покупал валюту, полчаса попокупал, 15 миллионов потерял. Вот, и поэтому очень интересная, так сказать, будет практика, значит, посмотреть на… Я вот, честно говоря, не пойму. Альфа-директ – это прямое включение в биржу, правильно? Это же биржевой брокер. Вот валюту, он как торгует? Как биржевой брокер или как Форекс-брокер? Альфа-директ, по-моему, он же весь на бирже, да? Кто торгует через Альфа-директ, скажите? Как они вообще торгуют? Только биржа, у них нет Форекса вообще никакого, да? Нет, вы почитайте, я, честно, и внимательно не читал, я, кстати, тоже посмотрю повнимательнее, очень интересно, но попозже. Так вот, друзья, давайте спросим по монете, что будет сегодня с нефтью. Монеты две стороны, buy, sell. Вчера она была права, sell. Я смеялся над ней, третировал ее, но она оказалась права. Сегодня монета тоже видит sell. Но вот сегодня я, наверное, с ней соглашусь. Ну, как бы я вчера тоже неактивно ее там, бля, критиковал, но сегодня, скажем так, активнее соглашусь, потому что, да, на buy пока ничего не видно и непонятно. Экономический календарь. Выступление главы Банка Англии, Карния, через 20 минут. Оба-на! Председатель Национального банка Швейцарии только что выступил, надо глянуть, что там с франком-то у нас творится. А и все, больше ничего серьезного я для себя не вижу. Ну что, коллеги, подводим итоги. Итак, нефть у нас уже открылась. Открылась она, что-то как-то все стоит у меня. Да, открылась немножко вверх. Вот, ну все по рынку. Вот, все открылся наверх тоже, несмотря на растущие дни. Рубль отпустили, друзья. РТС открылся наверх. Ну вот, если, так сказать, слухи пойдут дальше по этим, по размещению облигаций российских, может быть он еще развернется, но пока нет. РТС ударился наверх, тоже пытается откатиться Сбер и Коспром, такая же история. Но пока все в плюсе, это хорошо. Евро-доллар, друзья. Мне кажется, евро и фунтик должны немножко отбиться. Во всяком случае, динамика роста доллара несколько снизилась. Ну, будем смотреть тоже. Формально доллар укрепляется. Вот так вот, скажем так. Будут ли отбои? Посмотрим. Пока да. Пока уже все привыкли к американским новостям. И поэтому просто тупо укрепляется доллар. Ничего больше не происходит. Все, коллеги. Спасибо всем большое. Всем удачи на рынке сегодня.